Хорошие новости! Поздравляю всех с релизом Expeditions A Mad Runner Game! Некоторые глинномесы ругают разработчиков, говоря, что это DLC за фулл прайс. Кто-то, наоборот, радуется новому контенту, механикам и возможностям с головой окунуться в ещё более детализированную грязь, но все забывают о главном. Самое первое, что я должен вам рассказать, не спешите удалять SnowRunner. Мало того, что там ещё год поддержки анонсировали, так ещё и новая часть, не конкурент, а скорее в боквилл. SnowRunner геймплей можно разделить ровно на две части. Вот тебе скаут, это лёгкий или не очень джипик для исследования локаций, А когда всё исследовал, садись за огромный грузовик и вези брёвна, вышки, бетонные плиты, кирпичи и ещё тонны всего. Это обосновано чем-то вроде сюжета, но, как по мне, это скучно. Я играл в SnowRunner неправильно. Геймплей на карте заканчивался ровно тогда, когда она была исследована. Всё, на грузовиках я отъездил 5% времени и то по нужде, а не по любви. Так вот, Expeditions создавалась для таких, как мы. Уверен, я не один такой. Здесь нет огромных грузовиков, максимум шоссейники, да и грузы весьма условные. Всё, что вам нужно будет возить, это экспедиционные припасы, палатки, антенны и всякое по мелочи. Потому что Expeditions, как это нетрудно догадаться, про экспедиции. Вот это поворот! К машинкам ещё вернёмся, а пока вас встретит обучение при первом же запуске, а учиться тут есть чему. Новые механики это счастье. Как и положено в джипинге, колёса можно сдувать и подкачивать. Больше бар, меньше проходимость, но и меньше расход топлива. Едешь на полу спущенных, будь добр оплатить это повышенным расходом топлива и повреждением шин. Подъехал к реке, включи эхолот. Он поможет найти брод и безопасно переправиться на другую сторону. А если ты не знаешь, что за очередным склоном горы и стоит ли вообще туда ехать, то запускай квадрокоптер, хоть где-то это разрешено. Управлять им ещё неудобнее, чем в реальности. А миссии, где нужно держаться в одной точке, крайне раздражают. А использовать дрон придётся, потому что миссии на закрытие локации на 100% исследования встречаются довольно часто. И вообще, в отличии от SnowRunner, тут пул заданий разнообразнее. Но всё сводится к исследованиям. Поднимись на тот холм, достань бинокль, осмотрись, видишь заброшенную вышку. Поезжай к ней. Приехал, вот тебе кью-тое. О, смотри, какой милый пруд, а в нём рыбки. Давай следуем. Это что, динозавр? Ну, чего стоишь? Давай копай. В экспедициях нужно исследовать очень много всего. Геймплейно это просто, но как же здорово отвлекает от езды. Это такой своеобразный способ перевести дух. Потому что, если раньше SnowRunner называли Death Stranding на колёсах, то Expeditions это жанрово рогалик на колёсах. И я не шучу, никакой иронии. Перед началом каждого выезда, а просто так отправиться в свободный заезд, сразу не получится. Карта становится доступна только после её полного прохождения. Так вот, в начале всегда брифинг, и понять из него, что от тебя хотят, можно далеко не всегда. В брифинге ты выбираешь машину, можно до четырёх штук, но выходя на тропу пыли и грязи, ты снаряжаешь экспедицию за свой счёт и следить за тем, чтобы стоимость поездки не превысила вознаграждение. Очень важное. Тут же ты выбираешь, что положить в кузов или на крышу. Возвращаешься к описанию, смотришь, куда нужно поехать. Далеко? Тогда больше бензина. На пути будут камни? Тогда ещё и ремонтный набор. Угу, вот этот маршрут я знаю. Тогда закину ещё и домкрат, чтобы в случае переворота вернуть машину в строй. И якорь, потому что на пути не за что будет зацепиться лебёдкой. Подобных инструментов по мере прохождения дадут попробовать и применить много. И всё зависит от места, в которое вы собираетесь. Дальномер, видеокамера, фотоловушка, бур, метеостанция. Но вновь возвращаемся к экономике. Почти всё это стоит денег. Тут же можно и прокачать свой автомобиль. Почти всё перекочевало из SnowRunner. Двигатель, шины, лебёдка, шноркель. Это понятно, а шин стало даже гораздо меньше. Над косметикой потрудились посильнее. Можно вполне себе собирать стильный УАЗ, на который влезет 10 канистр топлива. Ну и стильную расцветку на него накинуть не забудьте. И вот вы почти готовы к поездке, но иногда потребуются и дополнительные люди. Команда даёт различные бонусы. Например, механик снизит расход топлива и получаемый урон. Гидрологи подсветят броды. А менеджеры позволят дороже продать предметы, найденные в процессе заезда. Ну и эти люди стоят денег. Готовы выезжать? Круто. В путь. Но, о чудо, переворот на первой горке и нужно эвакуироваться в штаб. Поздравляю, всё нужно снаряжать заново. Да ещё и ваши затраты не возвращаются. А инвентарь распродаётся дешевле, чем вы покупали. Какой-то тарков получается. Как часто случаются такие проблемы? Да постоянно. В SnowRunner в любой момент на помощь можно было призвать любой другой автомобиль из гаража. Тут доступно только то, с чем вы вышли в экспедицию. Отсюда и сложности, и страх застрять после 40 минут покатушек. И снова тарков получается. Ну и ещё из рогаликов. То, что доступно далеко не всё снаряжение и транспорт на старте. Поэтому вы сперва выполняете все задания на карте. Потом открываете свободный режим и можно кататься по дополнительным точкам. А самое-то главное. Кататься всё так же интересно. Точнее, стало даже лучше. Новые механики привносят разнообразие и упрощение. Там, где в SnowRunner вы бы не выехали в Expeditions, спустили колёса, воткнули яка и всё в путь. Разнообразные миссии мотивируют не просто поскорее исследовать местность, а делать это с какой-то целью. Найти скилё динозавра тот ещё восторг. Физика машины грязи не претерпела глобальных изменений. Всё так же хорошо и более казуально, чем раньше. Да, колёса при всём при этом могут провалиться в камень, да ветка окажется жёстче стали, но самый распространённый баг, который скорее всего вы заметили в процессе просмотра видео, текстуры земли. Вот едешь себе спокойно, а вся земля тупо сероватая масса, без текстуры. Смотришь сверху и текстурка появляется. Я написал разработчикам, ответили, что в курсе и всё поправят. Верю, надеюсь, но пока игру приходится проходить так. Так, потратив почти 30 часов, а к моменту выхода видео, скорее всего, добью прохождение полностью, но дополнительных заданий ещё остаётся очень много. Вообще, я думаю, часов на 100 геймплея тут может хватить, если зачищать вообще всё. И при всём при этом могу сказать, что три мира — это мало. Понятно, что впереди нас ждёт многолетняя поддержка и куча локаций, но скалистая, глиняно-пустынная местность и лес не вызывают огромного разнообразия. Локаций доступно три — Колорадо, Аризона и Карпаты. В Колорадо всего пять миссий, это стартовая учебная локация, в остальных — по 37. Каждая проходится за 10, а иногда и 50 минут, бывает совсем по-разному. Каждая зона разбита ещё на пять локаций, но карты не огромные, расстояние, как правило, меньше, чем это было в стандартных картах SnowRunner. Меньше и машин. На старте доступно 19 скаутов, вездеходов и буквально один тяжёлый грузовик. Почти все они были, сами знаете где. Повторяться про снежного бегуна уже надоело. Может и правда это тупо DLC, которое нам продают за полную стоимость? В Steam игра обойдётся вам в 40 долларов, хотя с SnowRunner отдают за 30. Я играл на PlayStation 5, и тут, в турецком регионе, естественно, придётся выложить минимум 5000 рублей. А за самое полное издание — 8000 рублей. И это не next-gen игра. Графика немного похорошела после SnowRunner, машинки стали детализированные местами, но они в массе те же, как и подавляющее большинство элементов игры. И если вы платите только за ассеты, то да. Expeditions не стоит своих денег вообще, но если деньги вложены в эмоции, то ни одна копейка не пропадёт даром. Исследования пусть и линейны, но вспомните знаменитое автошоу Grand Tour и серию, где они гоняли без сценария. Так вот... В итоге Джеймс понял, что в бесценарном мире он не сможет найти пожар. Заранее проработанные миссии и маршруты тут во благо. Погонять по песочнице вы всегда успеете. Эмоционально преодоление склона с третьей попытки близко к победе над боссом Велден Ринг. А заехав на очередную скалу, очень часто можно открыть для себя великолепный вид и просто наслаждаться им пару минут. Вода, грязь, камни и их преодоление сражения с неудобной камерой за возможность заглянуть наконец-таки под колесо, которое никак не хочет проезжать через треснувшую землю, это прекрасно, да даже стартовый пул автомобилей вполне достаточен. Конечно, если вы не играли в SnowRunner, то разумнее начать именно с нее. Как по мне, Expeditions для тех, кто устал от грузовиков и хочет отправиться в далекое путешествие за новыми эмоциями. Спасибо за просмотр этого видео. Не забывайте ставить комменты, писать лайки, а всем подписавшимся удачи на дорогах. И совет, с собой возите побольше деталек, всегда очень пригодятся. Ну а на этом все, до встречи в комментариях.